Приветствую вас, аноним. Смотрите, когда вы задаете вопрос относительно того, нормально ли вот что-то, да, то есть нормально ли там не присутствовать в столом, не сидеть с ними, с коллегами. И давайте возьмем более глобальную ситуацию, нормально ли вообще что-либо делать или не делать. Вы хотите в этот момент одобрения. То есть вам необходимо одобрение, для вас важно мнение окружающих. В основе этого лежит, как правило, такой конфликт, что, например, я должна соответствовать каким-то правилам. Я должна соответствовать, не знаю, например, тому, что от меня ждут, да, тому, что от меня ожидает. Если я этого не сделаю, если я не соответствую этим ожиданиям, то я, ну, плоха в таком случае. Вот. И, соответственно, проблематика здесь в первую очередь заключается именно в этом, в том, что у вас внутренний конфликт связанный с тем, что я должна соответствовать, что я должна соответствовать тому, что от меня ждут люди. Я должна соответствовать тем ожиданиям, которые есть у людей по отношению ко мне. Если, если я этого делать не буду, то, например, я останусь одна, допустим, меня будут обсуждать, допустим. Я буду, там, не знаю, на плохом счету у своих, там, там, ну, своих близких, например, и так далее. То есть, вариантов, вариантов, вариантов здесь, ну, в принципе, достаточно много именно вариантов. Того, вследствие чего вы можете бояться, ну, вот, бояться осуждения, да? Скажем так, пока что. Боятся того, что будет, если вы не оправдаете ожидания людей. Вот. И в первую очередь нужно работать с этим. Возможно это некоторое неумение отказать. Некоторая сложность. Так как? Я имею ввиду, что если люди, вот, обладают определенными критериями, да, если люди обладают определенными характеристиками для вас. То вы, вот, не можете мне сказать. Есть сложно сказать. Может быть проблематика здесь еще более глобальная. Связанная с тем, что вы, допустим, пытаетесь спасать людей. То есть, вот, вы организуете сбор, да. То есть, некая такая вот общественная деятельность, да. При этом, как эта общественная деятельность, вами, ну, вами проводится так, вот, что отношения к вам, мягко говоря, не очень хорошие. То есть, вот, как-то вот вы, ну, организуете свое, ну, свое взаимодействие с людьми. Таким образом, что вас не ценят, что, к вам относятся, ну, мягко говоря, не так, как вам хотелось бы. Ну, это вот, ну, отношение к вам, оно не совсем такое, как вы хотели. И, безусловно, у этого есть какие-то причины. То есть, вы себя вот так ставите, вы себя так позиционируете, что вроде бы вы делаете все, вроде бы вы жертвуете собой, вроде бы вы стараетесь. Но, при этом, отношение к вам, оно вот такое вот, да, не очень хорошее. И я думаю, что есть некий дополнительный мотив, который вы преследуете, занимаясь вот этими всеми вещами. Может быть, в этом мотиве вы не готовы признаться даже сам себе. Ну, мне бы здесь, конечно, не хотелось догадать, мне бы здесь, конечно, хотелось бы поработать с вами, но, тем не менее, тем не менее. То есть, есть, возможно, вот, какой-то такой нюанс, на который, ну, наверное, все стоило бы обратить внимание. И невозможно сказать, ну, вот, какие-то такие вот сомнения, да, в том, а могу ли я, там, допустим, могу ли я не, ну, могу ли я не находиться с людьми, нифигеть с ними за словом, если я этого не хочу, хотя они от меня этого ждут, да. Но вот это связано с тем, что вы можете не получить то, в чем нуждают. Вот, значит, вот такой вот момент здесь есть. Честно говоря, честно говоря, я думаю, что, ну, ответом, просто ответом на вопрос вашу проблему не решить, потому что, безусловно, проблема находится более глубже. Вот, тем более, что, явно вы привыкли быть сильным, вот, явно вы привыкли решать проблемы, что называется, на лету, да. Вот, и явно вы плохо переносите ситуацию, когда какая-то нерешенная проблема, ну, присутствует. Вот, то есть вот, когда есть какая-то проблематика, которую решить, вот, нельзя. Нахрапом вы явно плохо переносите, то есть у вас это тяготит, и тяготит достаточно сильно, как мне кажется. Вот, то есть вам нужно вот это вот напряжение, да, вам нужно это напряжение, которое имеет, вам нужно его, это напряжение снять, как я думал. Вот, потому как, если вы его не снимете, то вам будет, ну, достаточно тяжело. Вот, то есть это такая вот невозможность находиться в этом конфликте, невозможность находиться в напряжении. Вот, возможно, идёт из детства, когда вам нужно было разрешить конфликт, как связанный с родителем, вот. С чем-то связано и то, как вы относитесь, например, к собственным слабостям, к собственным, значит, чувствам, проявлением чувств и так далее. С чем связано то, что от коллег, то есть, по сути, от тех людей, с которыми вас, ну, связывают только, ну, профессиональные отношения, да, то есть, то есть, то есть, от людей, с которыми вас связывают только коммерческие отношения, вы ждёте какого-то тепла и так далее. Да? То есть, вы организовываете сбор на дни рождения, денег на сбор денег на дни рождения. Но вопрос в том, каковы особенности не коммерческого взаимодействия вашей группы рабочих. Потому что в основе всего лежит всё-таки коммерция, в основе всего лежит всё-таки рабочие, лежат рабочие отношения. Мне кажется, что за вот этой деятельностью, которую вы занимаетесь, мне кажется, что вы, ну, вполне себе можете забыть о том, какова природа отношений. И если вы игнорируете факт того, что вам, например, тяжело, да, если вы игнорируете факт того, что вам трудно, что вам тяжеловато, заниматься такой общественной деятельностью, не важно почему, вот, то, конечно же, будет, ну, будет появляться такая потребность в том, чтобы, ну, чтобы люди относились к вам лучше. В общем, при том, что сами люди могут считать, что все это пара в каше, и вам ничего не должны, и вы делаете это исключительно, потому что вам этого хочется, и всё. И самое, наверное, здесь неприемное для вас, это то, что люди правы, то есть люди правы в том, что вы действительно выбираете это делать самостоятельно. Поэтому, и, как бы, ну, никто вас, мне хочется верить, что никто не выставляет, вот, ну, мне хочется верить, что никто не выставляет это делать, свободно, вот, вот, а если нет, если это делается не свободно, то, вот, в таком случае уже, на мой взгляд, нужно разбираться, с чем связано, это вот не свободно, то есть, с чем связано принуждение своё, вот. Ну, и обратите внимание, как неохотно вы отвечаете, то есть, ваш вопрос задан в 1159, вы пишите, я собираю, в 1159, значит, 8 июля, 8 июля 20-го года, вы пишите, собираем, с коллегами деньги к каждому на дне рождения, это окей, я сам аргенедливый сбор, ну, кто собирает, да, то есть, как бы, но для меня отсюда с ними за салон, потому что сейчас я одно и написал про проблему с здоровьем, и в ответ даже пожеланий выздоровления не было, вот, видите, то есть, неоправданные ожидания здесь. Нормально ли это, мне присутствовать, да, правильный салон с коллегами, отмечая с ними всякое данное? Да, нормально, нормально, но вы сомневаетесь в этом, вот, и наше мнение здесь не важно, абсолютно. Так сложилось исторически, что я организую сбор, но это не ответ, то есть, это ваш выбор, при чём здесь история. Да, меня беспокоит, меня беспокоит реакция коллег, чем? Чем она вас беспокоит? Вот, нужно, ну, как-то вот, вас, условно говоря, разговаривать, чтобы вы более подробно описали свою реакцию. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи!